Три года ожидания. Десятую школу сдали в эксплуатацию после капитального ремонта. За высокие профессиональные достижения на площади Ленина обновилась доска почета работников городских организаций. Зоны отдыха и новые детские площадки, что планируют сделать в парке по улице Сосина в случае победы во всероссийском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробном. Событие, которое вот так долго ждали. Подрядчик наконец полностью закончил ремонт школы номер 10 и передал ее в эксплуатацию. Сделать это должны были еще 15 августа прошлого года. Качество работы администрация жестко контролировала. Мы работали в этой связке с УКСом. Кураторы УКСа, руководство УКСа, заместитель главы администрации, глава администрации на этом объекте неоднократно были. Значит, поэтому мы придерживались проекта. Мы максимально требовали от подрядчика применения тех материалов, технологий, которые прописаны в проекте. В течение пяти лет подрядчик будет обязан устранить за свой счет любые обнаруженные дефекты и неполадки. Сейчас педагогический коллектив уже начал обживать обновленное здание. Конечно, и коллеги, и родители замечают колоссальную разницу между тем, что, в общем-то, когда школа функционировала до капитального ремонта и после капитального ремонта, она стала современнее намного, начиная с фасада, внутренних помещений, наполнения мебели, то есть техникой. Десятая школа теперь полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, по ней могут передвигаться на инвалидной коляске. Есть специальный лифт для маломобильных групп, подъемной платформы, специальный вход с ведущим к нему широким пандусом. Отсутствуют плинтусы и другие барьеры. Также среди новшеств – система комплексного управления доступом в здание. Это видео-глазки различные для того, чтобы предотвратить именно какой-то террористический, скажем так, атаки, не атаки, но, в общем-то, предотвратить такой удар по школе, скажем так. Что новое еще? Ну и все полностью оборудование новое у нас приобретено, мебель. Учисля, конечно, с удовольствием, с поддержкой родителей все это собирает. Полностью обновился гардероб. У каждого ребенка теперь есть свое место под обувь. В спортивном зале заменили покрытие пола и сетки. Во всей школе сделали комфортное освещение. На входе установили интерактивную панель, где будут выкладывать расписание уроков и дополнительных занятий. На кухне заменили все коммуникации, мебель и технологическое оборудование. Кроме учебников и личных вещей педагогов, все остальное в школе новое. Появляется у нас кабинет для проектной деятельности. То есть он будет включать в себя как сменные выставки, экспозиции различные тематические, то есть действующие проекты наши. И там же будет проходить защита проектов и, в общем-то, будут создаваться проекты самые главные, то есть различные направленности. Химико-биологические, технологические, инженерные. То есть вот такой у нас кабинет появляется. Администрация школы хочет оборудовать здание как можно больше образовательных зон, где ученики смогут в ожидании уроков поиграть в шахматы или зайти в базу данных электронной библиотеки. Каждый класс внесет свою лепту в преобразование школьной среды. 1 сентября порог 10-й школы переступит 550 учеников. И сами дети, их родители, учителя с нетерпением ждут этого момента. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Около тысячи тонн асфальтобетона и три с небольшим дня потребовалось сотрудникам управления механизацией автомобильного транспорта, чтобы благоустроить участок дорожного полотна на перемычке между Варламовской дорогой и Южным шоссе. Этот путь еще называет энергокоридором. Руководит ремонтом Алексей Малышев. За его плечами 26 лет работы по укладке асфальта на дороге. Асфальт видел всякий. Начинали еще просто чисто песчаным. Это еще в далекие 90-е времена. Сейчас уже более качественный, более прочный. Уложиться в столь короткие сроки помогла оперативная поставка сырья для ремонта автодороги. Материал брали с нового асфальтного завода «Бетонсервис», на котором установлено оборудование немецкой фирмы «Вибау». Завод начал работать в прошлом году. На нем производился щебеночный мастичный асфальтобетон для улицы Семашка. Все не стоит на месте. Появляются какие-то новые добавки, которые используются. Соответственно, все-таки, наверное, улучшается качество, улучшаются характеристики. Ну и, конечно, если новый завод, соответственно, можно более качественно сделать. В этот раз «Бетонсервис» выиграл аукцион на поставку сырья для ядерного центра. Для автодорог с меньшей нагрузкой требуется асфальтобетон другого состава. Для участка по энергокоридору в НИЭФ заказал асфальт марки В2. Гравий и щебня в нем всего 30-40%. Этот материал еще называют обычным бетоном. Его можно использовать практически во всех сферах. Если на каких-то больших магистралях, как М4, Дон, там, естественно, марка А, Б используется. Ну, а для наших дорог как бы достаточно, в принципе, этого. После завершения укладки асфальта остается укрепить обочины щебнем, чтобы кромка дороги не крошилась, и сделать разметку на дорожном полотне. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Программа формирования комфортной городской среды уже знакома с саровчанам. За последние пару лет, благодаря ей, в парке имени Зернова обновили детскую площадку. Реконструировали, в первую очередь, лыжные базы и устроили воркаут-площадку в 22-м микрорайоне. В этом году за счет средств проекта в Сарой благоустроят берег реки Сатис напротив парка. Территорию, которую облагородят в следующем году, мы будем выбирать уже этим летом. В этом году, в период с 23 июня по 6 июля, у нас будет проходить рейтинговые голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Жителям предлагается на выбор три территории. Бульвар в микрорайоне 15, квартал 4-6, детский парк Паососино и зона отдыха Пруд Боровое. Проголосовать можно на сайте голосза.ру. Новый опрос там появится к 23 июня. Также горожане смогут сделать очный выбор на открытых для этого участках. Для того, чтобы общественная территория победила в рейтинговом голосовании, необходимо, чтобы 12% жителей, достигших 14-летнего возраста, приняли участие в этом рейтинговом голосовании. Представляем активно всех жителей нашего города принять участие в голосовании, чтобы на одну общественную территорию в нашем городе стало больше. Предварительные эскизы дизайн-проектов размещены на сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». После того, как определят территорию победителя, будут проходить общественные обсуждения, где окончательно решится вопрос с благоустройством. Финансирует проект из бюджета всех уровней. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосино делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки с урнами, детский игровой комплекс, общественный туалет, которым никогда не пользовались, и спортивные площадки, которые уже пришли в негодности, были демонтированы. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет. В этом году проекты его реконструкции выдвинули на всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений. Однако ждать глобального обновления парка не стоит. Горожанам не следует ждать того, что в рамках реализации этого проекта появятся все культурно-досуговые объекты, которые нарисованы, представляются на конкурс. Дело в том, что, естественно, часть из них должны будут инвестиционными быть в рамках данной конкурсной процедуры. Аттракционов также не будет, так как грант не предполагает их закупку. Деньги в случае победы будут потрачены на ремонт дорожек, которые пришли в негодность, освещение, появятся детские игровые комплексы и культурно-досуговая площадка. В проекте реконструкции нашли свое отражение пожеланий горожан. У них большая просьба была сохранить вот это вот зеленое насаждение. Да, они не будут трогаться. Да, там нарисован большой игровой комплекс. Но все это на сегодняшний день, как показывает практика, возможно вписывать в ландшафт, в озеленение, как бы, и не затрагивать деревья. Естественно, есть желание провести обследование на аварийность деревьев. Да, если таковые будут иметься, естественно, они будут, возможно, и то, подчеркну, возможно, может быть и не будут, будут подвержены, как бы, вырубке. Также детский парк участвует в голосовании по выбору территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Выбрать его можно на сайте «Голос.ЗАЗ» 23 июня по 6 июля. Что касается конкурса по благоустройству среди малых городов, его итоги подведут в сентябре. Общая стоимость проекта составляет 105 миллионов рублей. Представленная заявка не окончательная, перед ее воплощением в жизнь пройдут общественные обсуждения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В 10 лет яркие гортензии радовали своим цветением жители этого двора. Растения высадила и ухаживала за ними Алла Федоровна. Но этим летом цветам распуститься не суждено. Их повредили сотрудники Центра ЖКХ. Видите, он порезал пустырь. Здесь сейчас идет зависть. Ему, все срезано. На благоустройство дворовой территории Алла Федоровна получила официальное разрешение в своей управляющей компании. На протяжении нескольких лет женщина высаживала цветы и деревья. Но каждый год растения срезают или повреждают. Каждый раз что-то такое обязательно проходит. Деревьем рубят вершины. Я спрашиваю, зачем. А чтобы кустом расти. Я говорю, ну это дерево, его нельзя травмировать. Понимаете? То есть они делают свои дела и совершенно не думают о том, что вот как-то, понимаете. И все это как-то прям ножом по сердцу. Мне очень больно. Алла Федоровна неоднократно просила в центре ЖКХ, чтобы сотрудники аккуратно косили траву. Но тщетно. Мы разговаривали с начальником ЖЭК, он, капитал Федоровна, но это вырастет. То есть это не первый раз, понимаете. Я не понимаю одного. Но есть эта вещь, что растение, но немножко душой-то как к нему проникнется. Но это же живое. Это, во-первых, потом человек посадил. Зачем так крушить? Мы позвонили в центр ЖКХ с вопросом, зачем они срубают растения. Нам ответили, что деревья и кусты никто не огородил. И их скосили, приняв за дикорастущие. Поэтому, если жильцы домов хотят сохранить свои посадки, им необходимо обнести их декоративным заборчиком. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. С возмущением Татьяна Никольская отзывается о мусорном контейнере, который поставили в кооперативе номер 19 напротив входа в детский парк. По ее словам, бак закрывает обзор дороги водителям, которые выезжают из гаражей. Ну, я считаю, что нужно убрать. Я когда выезжаю, мне не видно, кто идет здесь из-за этого. А если дети? А я боюсь. Ранее мусорный бак стоял возле гаража Александра. По словам мужчины, туда контейнер ставили на месяц. За это время в нем скопилось большое количество мусора. Мужчине приходилось его убирать своими руками. Бутылки, вот такие пакеты принесли. Хлам какой-то привезли. Целый газель, вот здесь сосед стоял. Приехал просто газель, потому что он здесь вот как бы в уголочке стоит. И разгрузил полностью, вот с горкой этот контейнер. Потом вот здесь, видите, тропинка идет. Вот здесь с администрацией люди прошли. Председатель гаражного кооператива Евгений Сегуньков пояснил, что жалоб на то, где стоит мусорный контейнер, ранее не было. Бак туда поставили по договору, который кооператив заключил с региональным оператором. Точка установки в соответствии с договором, она находится, ну вот здесь вот. Все, потому что местоположение другого, другой установки бункера, ну как бы здесь нет. Это связано с тем, что, значит, подъезд и уборка, соответственно, сбор мусора бункером, бункеровозом, должен осуществляться в более-менее свободных условиях. Также Евгений Сегуньков заверил, что мусор из гаражного кооператива будут вывозить регулярно. И волноваться о том, что возле детского парка будет свалка, не стоит. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 30 лет в начальной школе. Это тысячи часов уроков, это сотни проверенных тетрадей, это десятки детишек, для которых Лариса Коробкова стала первой учительницей. Работу и заслуги педагога оценили на городском уровне. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Ну, сначала, честно говоря, не очень верилась, но чувство гордости все-таки переполняло. На педагогический труд Ларису Николаевну вдохновила ее первая учительница. Когда-то давно для юной первоклашки она открыла новый огромный мир знаний. И вот уже три десятилетия Лариса Коробкова сама прививает любовь к учебе начинающим шкалерам. Проблем у маленьких детей бывает достаточно много, и они приходят делиться. И даже если порой не хватает времени, все равно стараешься выслушать всех, как-то помочь, объяснить, рассказать, посоветовать. Среди свежих фото на городской доске почета и карточка Людмилы Вайкиной. И 10 лет женщина преподает английский язык в школе номер 17. Ее профессиональный путь был предопределен с детства. Мама и бабушка Людмилы были учителями. Тяга к языкам у меня была с детства. Да, были разные, конечно, предпочтения. Может быть, тоже и русский язык, как моя мама Кабаченко Вера Николаевна. Может быть, другой какой-то предмет. Но именно к языкам у меня была тяга. Фото на доске почета стало для Людмилы исполнившейся мечтой. Чтобы воплотить ее в жизнь, педагог принимал участие во всех конкурсах и фестивалях. Придумывала различные иностранные вечеринки для школьников. Самым таким, наверное, ярким событием это была чайная вечеринка «Мэтти Пати» городская. Она проходила на базе нашей школы. Это было костюмированное представление «Алиса в стране чудес» на английском языке. Всего на доске почета 15 свежих фотокарточек. На них портреты директоров, врачей, воспитателей, тренеров, маляров. Тех, кто своим ежедневным трудом меняют мир вокруг себя к лучшему. 450 мл крови за один раз забирают у донора. Процедура сдачи занимает от 5 до 15 минут. Прежде чем перелить донорскую кровь, пациенту ее обследуют на наличие различных заболеваний. Если все отрицательные результаты на гепатиты, ВИЧ, сифилис и нормальные трансминазы в норме до 40 у доноров, вот только тогда в нашей лаборатории она обследуется, переопределяется группа крови, исследуется на наличие антител антиэлектроцитарных. Вот если все хорошо, только тогда кровь мы можем выдать в лечебную сеть. Донорская кровь хранится в специальных холодильниках. Срок ее годности зависит от компонентов. Тромбоциты должны храниться всего 5 дней при комнатной температуре и в постоянном движении. Цельная кровь хранится в холодильнике до 35 дней, а красные кровяные клетки до 42 дней. Плазму можно замораживать, поэтому она пригодна к использованию в течение года. В Сарове недостатков в крови и ее компонентах нет. У нас нет проблем с кровью. У нас как доноры шли, так они идут, они понимают и видят все меры, которые мы предпринимаем, чтобы их не заразить и чтобы они не заразили. Поэтому больные, вы видели наши холодильники, больные в настоящее время, а в нашем городе обеспечены кровью. Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня, начиная с 2005 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, которые регулярно сдают кровь, живут дольше на 5 лет. Человек, сдавший кровь 40 раз или пожертвовавший плазму 60 раз, считается почетным донором России. По статистике, донорская кровь нужна каждому третьему россиянину. Елена Грискова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Проходя мимо Сквера по проспекту Мира, можно увидеть памятник, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. И никто даже не задумывается, как он там появился. Ранее на месте монумента был установлен памятный камень с доской. Этот камень предстоял где-то 5 лет. Он свою миссию выполнил. И вот когда стал приближаться 1985 год, на заседании с полкома главный архитектор города Станислав Федорович Пилипенко предложил на рассмотрение два варианта благоустройства этого сквера и, собственно, вот такой композиции. Проект Станислава Пилипенко оценили на высоком уровне. Для того, чтобы воплотить его в жизнь, была собрана команда из работников первого завода и администрации. На первом же собрании приняли решение, что новым монументам нужно не только почтить память тех, кто воевал на фронтах, но и воздать должное труженикам тыла. Эту барельефную композицию по контуру вот этой обоймы изготовил тогдашний главный художник города Исмаил Биулыч Ишмаков. Там действительно стилизованные изображения боев, стилизованные изображения тружеников тыла. Над памятником работали десятки людей – художники, архитекторы, конструкторы и другие. После открытия монумента всем им вручили благодарственные письма и медали. Сегодня стала победа одной из излюбленных мест горожан. Здесь принимают третий классик в пионеры, гуляют с детьми и отдыхают душой. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Гуманитарный склад на Пушкино-24А начал работу по выдаче вещей и продуктов нуждающимся. Режим повышенной готовности диктует свои условия, поэтому склад будет работать с ограничениями. Прием вещей мы пока не начинаем. У нас еще и с прошлого года, и с зимы достаточно и запас. Потому что люди приносили вещи вне сезона, много было летнего, весеннего. Поэтому что дать людям у нас сейчас пока есть. Тем, кто желает помочь нуждающимся, могут приносить на склад продукты длительного хранения, детские молочные смеси, коляски и кроватки для малышей и технические средства реабилитации для инвалидов. Для этого нужно заранее согласовать время визита. Посещение гуманитарного склада тоже будет проходить с соблюдением мер безопасности. Люди будут приходить к нам по обычному графику. Вторник, четверг и суббота, как и раньше. Но заходить в здание будут только по одному человеку или по одной семье. И остальные люди будут ожидать своей очереди на улице в отмеченных местах. Для этого перед входом на гуманитарный склад волонтеры нарисовали круги разного диаметра. На случай, если взрослые придут с детьми. Чтобы ожидание своей очереди не затянулось, ограничат время приема и выдачи необходимых вещей и продуктов. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Спасением бездомных кошек и котят Мария Романцова занимается уже несколько лет. Девушка подбирает животных с улиц, выманивает из подвалов, выхаживает, лечит, стерилизует и пытается найти им хороших хозяев. Сейчас на ее попечении около 30 пушистых четвероногих. Котят берут лучше, чем взрослых кошек. Взрослых животных пристроить сложно. Это удивительно, потому что взрослое животное, оно уже со сложившимся характером. Оно уже спокойное, не буйное, не носится, не портит ничего. То есть, как бы, для человека идеально. Пришел, посмотрел, ласковое животное, все выбрал, забрал. Они уже и к лотку приучены, и все обработаны. Содержать животных Марии помогают и некоторые ветеринарные клиники нашего города, предоставляя место в своих помещениях и делая скидки на стерилизацию. В основном девушка держит животных у себя или ищет им временные передержки. У меня есть группа своя, где я выкладываю и сами процессы, как мы ловим животных, как они содержатся и, соответственно, объявления. Даем по городу объявления. Нередко Марии приходится сталкиваться и с нерадивыми хозяевами. Взяв, например, маленького котенка, люди оказываются не готовы к тому, что он может не спать по ночам, носиться, играть, царапать мебель и так далее. Очень много подводных камней, и очень сложно найти именно хороших хозяев, которые готовы ждать, терпеть, воспитывать животных. Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы животных не возвращали. Задаем вопросы, консультируем по питанию, по наполнителю, по прививкам, по обследованиям. То есть помогаем в стерилизации, в кастрации. Все вопросы Марии можно задать через сообщение в группе «Дай лапу соров» ВКонтакте. Там же можно посмотреть животных, которые находятся на ее попечении, и подобрать себе пушистого друга. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Виртуальная экскурсия по выставке «Такие книги, такие судьбы» рассказывает об изданиях, которые вышли в период Великой Отечественной войны. Для библиотекарей эти книги не просто исторические документы, а хранители судеб наших предков, которых не сломили тяжелые испытания. Еще одна виртуальная экскурсия посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В этом проекте мы расскажем о наиболее интересных полных собраниях сочинений поэта, хранящихся в редком фонде нашей библиотеки. Следует отметить особо 20-томное собрание сочинений, выпущенное Академией наук СССР. Выпускалось это собрание в течение 20 лет. Не забывает музей книги о своих маленьких читателях. В дни летних каникул библиотекари подготовили программы и для детей. Например, скоро на сайте появится ролик «Мелодии природы». Можно будет послушать звуки живой и неживой природы, услышать всеми любимые песни музыкальной композиции и поразгадывать музыкальные загадки. Также для детей готовят библиоперформанс «Мы вместе». Кроме того, часть летних читальных залов, которые пока проходят онлайн, будут посвящены творчеству детских писателей. Все актуальную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Мероприятие рассчитано на лет старше 6 лет. Традиционно в начале лета рядом с Молодежным информационным центром открывается библиотечный дворик, где юных читателей ждут интерактивные программы, конкурсы и викторины. В этом году в дворике будет тихо, но дети не останутся без внимания. Мы предложим нашим юным читателям, а также их родителям, бабушкам и дедушкам виртуальный формат библиотечных двориков. Что это будет? Это в основном будут видеоролики тематические, посвященные какому-то литературному книжному событию. Либо это будет юбилей писателя, юбилей книги, либо это будет рассказ о каком-то знаковом событии, либо дате для нашей страны. Затронут библиотекарей тему Великой Отечественной войны. 24 июня они запускают проект, посвященный детям-героям. Юным читателям продемонстрируют портреты самых маленьких защитников Родины и расскажут истории о них, покажут мультфильмы о войне. Также в планах тема экологии. Это будут так называемые эко-дни. Один из них, вместе ярче он называется, будет посвящен даже энергосбережению. То есть здесь мы будем в доступной форме рассказывать ребятам о том, как рационально и экономно расходовать энергоресурсы. И думаю, что эта тема будет интересна и любопытна не только детям, но и взрослым. Первый библиотечный дворик стартует 10 июня в 12.00. Он будет посвящен книге «Джунгли» Киплинга. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте информационного центра или на странице ВКонтакте. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Любой алкоголик, который уже довольно далеко зашел в своем пьяности, он отрезан от этого мира. Он одиночка. Хотя он может быть внешне общаться. То есть у него какой-то круг общения есть, но его все не устраивает. И именно поэтому мы пьем. Через месяц у Григория будет 9 лет, как он живет в трезвости. До этого пил. Из-за этого пагубного пристрастия он потерял любимую женщину. К родителям приходил только переночевать. Когда достиг дна, пришел в общество анонимных алкоголиков. У меня есть основания сказать, что мне ничего другое не помогло. Потому что до прихода в анонимные алкоголики я ходил в храмы, пробовал, чтобы мне батюшка помог. У меня был личный свой психолог. Сообщество анонимных алкоголиков было основано 10 июня 1935 года. Двумя безнадежными пьяницами. Они решили оставаться трезвыми и помогать другим людям, страдающим от алкоголизма. Задача сообщества анонимных алкоголиков – учиться жить трезво. Они не оказывают медицинских услуг, не проводят сеансы психотерапии. Просто один алкоголик помогает другому проходить специальную программу. У одних на это уходит неделя, у других год. Григорий преодолел ее за 5 месяцев. Наша программа передается только одним единственным способом. Человек, который ее уже прошел, передает это другому. Такого человека мы называем спонсор. Хотя это не имеет отношения к финансам. Это передача знаний и опыта. По словам Григория, многие алкоголики не приходят в сообщество, так как боятся, что все узнают об их пагубной зависимости. Но с другой стороны, об этом знают родственники, друзья, коллеги. В сообществе они получают шанс вернуться к нормальной жизни, где нет места выпивки. То, что происходит на собраниях, не афишируется. Анонимность сохраняется на уровне пресса и средств массовой коммуникации. В сообществе работает телефон горячей линии, по которому можно получить всю интересующую информацию. Елена Гресткова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Василиса Котова с раннего детства занималась музыкой. Отучилась 10 лет в детской школе искусственного вокального отделения у Анжелики Ермаковой. В этом году девушка закончила программу обучения. Финальная точка для нее стала победа на международном конкурсе музыкально-песенового и танцевального творчества «Кубок Москвы-2020». Мы сначала записали песню в зале еще до карантина у нас в школе. А потом, поскольку конкурс все-таки проходил в онлайн-формате, мы эту, собственно, запись и отправили, и так вышло, что у меня первое место. Девушка исполнила песню в разведке о войне, о двух товарищах, которые погибли, исполняя свой воинский долг. В семье Василисы есть те, кто не вернулся с полей сражений. И для нее эта песня особенно близка по духу. В детстве Василиса слышала много рассказов о войне. Настолько пропитаны подробностями и настолько реальны, как будто бы вот ты их можешь потрогать. Они происходили в этом мире и достаточно короткий промежуток времени назад. И это оставляет какой-то отпечаток. И благодаря чему ты можешь пропустить песни, которые сочинялись на основе подобных ситуаций через себя. И понять лучше боль и трагедию. Ее младшая сестра Мирослава также победила на Кубке Москвы. Ей присудили звание лауреата первой степени сразу в двух номинациях. За исполнение композиции «Если в небе солнце светит» и чтение стихотворения «Две сестры бежали от войны». Это произведение о том, как восьмилетняя девочка, оставшись без родных, потеряла и трехлетнюю сестру. Стихотворение «Меня тронуло до глубины души». Там есть слова, что маму с папой расстреляли фашисты, а брат Иван умер на войне. Так что она осталась совсем одна. Это, наверное, была самая-самая больная травма из-за того, что она осталась в одиночестве. Это не первый конкурс, в котором принимает участие Мирослава. Несмотря на юный возраст, девочка уже становилась призером различных областных творческих состязаний. Но новые награды – первая серьезная победа девочки. Это именно Кубок Москвы. Именно из-за того, что это Москва, а в Москве, знаете ли, тяжело выиграть. И я была очень рада. Если Василиса решила отойти от музыки и посвятить себя другим занятиям, то ее младшая сестра планирует покорить новые творческие вершины, совершенствуя свое вокальное мастерство и получая престижные награды. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Принять участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» Олег Васенькин решил сразу, как только ему предложили. Мужчина уже 10 лет преподает игру в шашки во Дворце детского творчества. За это время его воспитанники неоднократно становились чемпионами области и России, кандидатами в мастера спорта. По мнению Олега, участие в конкурсе поможет ему реализовать новые планы и идеи. Я думаю, что участие в этом конкурсе поможет мне и руководству Дворца детского творчества привести новых ребят, новых способных звездочек, которые и дальше будут заниматься в нашем объединении. Олег принимает участие в физкультурно-спортивной номинации. Педагогу предстоит записать видео-визитку, разработать программу работы с детьми и отправить ее в Нижний Новгород. Помогают Олегу записывать ролик коллеги по работе. Ролик мы и снимали для того, чтобы немножечко рассказать, а кто он такой, Олег Васенькин. Подполковник Советской Армии, Красной Армии, или как я говорю. Либо это кандидат в мастера спорта по шашкам, или это человек, увлеченный своим делом, это педагог. Какой он? Для того, чтобы его во всей красе представить, мы немножечко придумали тут какие-то идеи и снимаем сейчас такой сюжет. В этом году конкурс проходит на региональном уровне. И если работа Олега Васенькина займет призовое место в Нижнем Новгороде, то ее отправят в Москву, где пройдет финал конкурса «Сердце отдаю детям». Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.